Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Зимой 2013 года в Челябинской области произошла внезапная вспышка свиного гриппа. Всё начиналось как банальная простуда, а вполне могло закончиться смертью. Уфологи тут же попытались связать заболевание со знаменитым теперь уже Чебаркульским метеоритом. Они провели историческую параллель, вспомнили про пандемию испанки после падения Тунгусского метеорита. Вот и сейчас мы зададимся вопросом, неужели самые страшные вирусы могут попасть к нам из космоса? 23 марта 2001 года. 9.30 утра по московскому времени. Российская космическая станция «Мир» только что выведена с околоземной орбиты и затоплена в Тихом океане. Официальная причина – износ и отказ большинства бортовых систем. Но есть и другая версия. На станции началось нечто странное. Её атаковал неизвестный вирус из космоса. В фильмах-страшилках там какая-то плесень, какие-то там наросты внутри космического аппарата, когда там приборы уже стали выходить из строя. Вот такая мутация произошла. Нападение инопланетян – один из любимых сюжетов писателей-фантастов. Но если это произойдёт, как на самом деле будут выглядеть агрессоры? Осьминоги на боевых треножниках, как у Герберта Уэллса? Или мы даже не увидим тех, кто уничтожит нас? Вирусы были открыты учёными сравнительно недавно, чуть больше столетия назад. С тех пор исследователи только и делают, что открывают новые их виды. И конца края этому нет. Организмов очень много на Земле. Даже вот если насекомых взять, их один миллион видов, и представлять, если для каждого насекомого есть определённый вирус, то уже миллион видов должно быть, больше миллиона. Даже должно быть этих вирусов. Агрессивные и мельчайшие организмы всегда были врагами человечества. Грипп, гепатит, СПИД – от этих болезней погибли миллионы. Все ищут лекарства против этого вируса, против вирусных заболеваний. Успешные или неуспешные, находят или находят. Но это проблема. Каждый раз лотерея. Но вот какой парадокс. Очень может быть, что жизнь на планете зародилась благодаря вирусам. И самое главное – эта жизнь была принесена извне. Часть исследователей, учёных предполагает, что действительно, придержившись этой теории, что мы появились на этой планете благодаря метеоритам, и вирусы также были занесены из космоса, из других миров. Были найдены бактерии, которые обладают в Гренландии возрастом 3,8 миллиарда лет. То есть они не намного моложе, чем сама Земля – 4,5 миллиарда лет. Естественно, у некоторых учёных возникает сомнение, могли ли эти бактерии образоваться буквально за 700 миллионов лет существования в Земле, когда она находилась в расплавленном состоянии, колоссальные катаклизмы происходили. Ещё один вариант этой теории – вирусы вовсе не с других планет. Они рождены в космосе под воздействием радиации. В начале 20 века известный шведский химик Свенте Аренис предположил – жизнь в виде вируса принесена на Землю так называемым солнечным ветром. Он рассчитал, что солнечного ветра вполне достаточен для переноса таких пор жизни через далёкий космос. Американские учёные исследовали несколько микроорганизмов – возбудителей смертельно опасных для человека заболеваний. Оказалось, что многие из них не погибают при замерзании, выживают при нагревании до 100 градусов и способны уцелеть при сильной радиации. Вирусы, устойчивые в кислотной среде, на какой-то период они способны впадать в анабиоз, сохраняя свою вирусную активность. Ну, парадокс. Как миллионы лет, или во всяком случае сотни тысяч лет, некие объекты, находящиеся в космической среде, то есть при нуле градусах, в жутких излучениях, потом, попадая в благотворную, такую благодатную среду, начинают как бы оживать. После долгого путешествия и возрождения вирус начинает внедряться в другие клеточные структуры различных тканей, в любую биомассу, рождая себе подобных. Он паразитирует и быстро развивается, захватывая всё новые территории. Но как ему удаётся выжить в условиях, где выжить невозможно? Это пока загадка. Никто не ожидал, что на Венере можно найти тоже бактерии живые, но факт остается фактом, наши учёные нашли действительно бактерии на Венере, которые спокойно живут и процветают. Глобальное потепление. Почему его так опасаются учёные? Не только потому, что затопит Европу. Из разломов и сдвигов земной коры на поверхность планеты попадут тысячи неисследованных опаснейших вирусов. По некоторым данным, на дне мирового океана, а это огромные площади, превосходящие площади поверхности Земли, это понятное дело, сосредоточена огромная масса вот этих спящих вирусов. И иногда, под воздействием непонятных причин, локально, на какое-то время, они начинают пробуждаться. Для большинства таких вирусов вода и атмосфера Земли едва ли не идеальная среда для распространения. Дальнейший сценарий уже экранизирован в фильмах-катастрофах. Нарушение экологического равновесия, отклонение биосферам, рост мутаций, болезни от которых вроде бы и защититься нельзя. А потом это вдруг исчезает, пропадает само по себе. Вопрос о том, почему так происходит. Мало кто знает, официально зарегистрированы случаи, когда люди подвергались атаке неизвестных вирусов из космоса. Например, некоторые космонавты, побывавшие на станции «Мир». Один из них согласился встретиться с нашей съемочной группой. Александр Серебров – герой России. В общей сложности он провел на орбите больше года и 10 раз выходил в открытый космос. Серебров привык рисковать жизнью, но вряд ли мог предположить, что опасность придет из шторок кондиционера на борту корабля. Я смотрю, они забиваются какими-то гранулами такими, желто-коричневого цвета. И еще внутри был миллиметр толщины вот этих вот бактерий. Потом спустили, когда их на землю, что-то они не могли ничего понять. Потом у меня анализы всякие брали и сказали, что это дрожжевая бактерия, но на земле аналогов нет. Это космический мутант. Этот мутант закрыл для космонавта путь на орбиту. После того происшествия Серебров так и не смог пройти медкомиссию для последующих полетов. Вирус что-то изменил в его организме. Космическая радиация даже структуру металла меняет. А уж биологические там, что у них связи-то какие-то вообще, какие-то доли электрон-вольт. До и после Сереброва на станции побывали десятки космонавтов. Тревожных данных об их состоянии здоровья в прессе не появлялось. Но значит ли это, что опасности нет? И некоторые космонавты, которые вот в этом корабле находились, спустившись на землю, в себе носят вот это. Никуда это деться не делось. Другое дело, будет ли это мутировать дальше? Но если вирусы попадают на Землю, может быть, это кому-нибудь нужно? Узнаем ли мы когда-нибудь кому? Если я буду делать терраформацию какой-нибудь планеты в определенном секторе нашей Солнечной системы, или за пределами Солнечной системы, я могу рассчитать траекторию и запустить туда метеорит с определенными бактериями, вирусами для развития, к примеру, жизни, подходящей для нашей цивилизации. Есть гипотеза о том, что и динозавры погибли не просто от падения гигантского астероида. Очень много странного вымирания динозавров есть. Возможно, они были уничтожены тоже таким вот вирусами из космоса, ударами. И это не могло быть случайным, потому что млекопитающих почему-то вот эти вирусы из космоса не задели. Они выжили и стали хозяином планеты. Едва ли не каждое из известных появлений комет сопровождалось на Земле вспышками смертельных заболеваний. С незапамятных времен, с древности, считалось, что небесные знамения или небесные явления являются либо предвестниками, либо даже причинами серьезных заболеваний, которым в прошлом испытывали или обрушивались на человечество. 164-й год до нашей эры. По Европе прокатилась эпидемия чумы. Это одно из первых зафиксированных появлений кометы Галлея. Черная смерть. Пандемия. Кроме Европы в 14-м веке, захватившая уже и Азию. Она продолжалась примерно с 1335-го по 1351-й год. И в разгар ее вот в 48-м, 49-м году ежедневно умирали десятки тысяч человек. Эта чума также унесла с собой десятки миллионов жизней. В эти годы над континентом видели по крайней мере семь больших комет. Эпидемия испанки в 20-м столетии. Ее связывают с падением Тунгусского метеорита. Еще древние китайские астрономы говорили, кометы – очень опасные небесные тела. Их появление сопровождается войнами, неурожаями, стихийными бедствиями. Гибнут императоры и простые смертные. Старый мир исчезает, появляется новый. Очень важным таким событием, которое потрясло уже, можно сказать, наше время, это была испанка, то есть заболевание гриппом, которое поразило Европу сразу после окончания Первой мировой войны. Исследователи отмечают, испанка 1918-1920 годов, стоившая жизни 90 миллионам по всему миру, не могла передаваться воздушно-капельным путем, то есть от человека к человеку. На Аляске от гриппа вымирали целые деревни, которые на тот момент даже не были связаны транспортным сообщением. Свою роль сыграли и вполне прозаические причины. Опять же тут сыграло огромную роль, что медицина очень слабо развивалась, и не соблюдались действительно какие-то нормы гигиены, что позволяло вирусам уничтожать в лучших случаях, если бы соблюдалось какие-то нормы, там десятки, а так погибало сотнями. Сегодня медицина ушла вперед. Но у вирусов все равно миллионы жертв. В 1997 году в Гонконге впервые был зарегистрирован случай птичьего гриппа. Над землей в этот момент зависала комета Хейла-Бокпа. Летом 2013-го медики зафиксировали вспышки сирозного менингита в самых разных уголках России. Сургут, Москва, Ростов-на-Дону. Как будто кто-то распылил вирус на всей территории России. Вирусы живут, они прекрасно существуют в животных. И при этом животные не болеют. Но при попадании, естественно, такого вируса в человек, человек заболевает. Следственное управление по Свердловской области инициировало проверку по факту смерти 17 апреля 7-летнего мальчика от менингококковой инфекции. Это случилось в городе Первоуральске. Инкубационный период заболевания составляет максимум 35 дней. Где дремал вирус все оставшееся время? И не виноваты ли многочисленные туристы, растащившие осколки Челябинского метеорита по всей России в качестве сувениров? Тела, которые падают на Землю, всегда есть опасность, что микроорганизмы, которые в них находят, являются частью тех колоний существ, микроорганизмов, которые живут на этих небесных телах. Ученые пришли к еще одному парадоксальному выводу. Исследования других планет, например, Марса, могут быть смертельно опасными. Недавно там нашли бактерии, воду и признаки существовавшей когда-то цивилизации. Но кто знает, отчего цивилизация погибла, а бактерии остались. Они, кстати, тоже могли быть для марсиан инопланетными гостями. Вот почему Марс опасно осваивать на данный момент, только при помощи отправить экспедицию, и все. То есть мы должны быть готовы к тому, что мы можем столкнуться с новыми видами вирусов и бактерий, которые очень опасны для людей. Я думаю, может быть, не зря делась экспедиция в один конец. И если до людей на Земле были разумные существа, с высокой степенью вероятности можно утверждать, их погубили именно вирусы. Может быть, и Атлантида, о которой мы тоже полны догадок, куда же исчезла эта раса. Да, мы знаем из легенд, что как бы отдельные представители этой расы пережили некую катастрофу, приплыли на разные реки и стали цивилизаторами, которые помогли многим странам подняться до высокого уровня. Но куда же сами Атланты это делись? Существует теория, что Атланты первые жертвы применения собственного генетического оружия. А может быть, они погибли от инопланетного эксперимента по отправке вирусов с помощью метеорита или кометы. Комету Галлея считают предвестником самых мрачных для человечества событий. Очередное ее появление ожидается в 2061 году. Это опять будет сопряжено с появлением неизвестной болезни? Или к тому времени ученые все-таки сумеют разработать супер-антивирус? Смотрите далее. Страной управляет президент. А кто управляет президентом? Существует две расы, которые, так сказать, борются за влияние над человечеством. Забудьте о 25-м кадре. Есть вещи пострашнее. Детские мультфильмы. Это неосознаваемые компоненты, воздействующие на психику человека. И все секреты работы с подсознанием. Если я буду очень целенаправленно смотреть вам в глаза и что-то говорить, то через некоторое время у вас наступит некое такое застывание оцепенения. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова